Глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев официально вступил в должность. В торжественной церемонии принял участие губернатор Ярославской области, заместитель и председатель правительства региона, депутаты областной думы. Дмитрий Миронов вручил удостоверение. Новый глава поблагодарил за доверие и заверил, попытается его оправдать. Напомню, кандидатуру Астраханцева поддержали большинство депутатов городской думы. До этого он работал первым заместителем главы Переславля-Залесского и исполнял обязанности руководителя Переславского района. У него два высших образования, женат, есть дочь. Перед нами стоит задача поднять город на новые экономические высоты, на новые культурные высоты, повышая тем самым жизненный уровень жителей и делая его еще более привлекательным для гостей города. Переславль – исторический особенный город. Здесь сконцентрирован большой экономический, деловой, туристический потенциал и задача всех ветвей власти сейчас – работать в плотном взаимодействии на благо родной земли. Уважаемый Валерий Александрович, я уверен, что вы справитесь с поставленными задачами, проявите свои лучшие качества. Сразу после торжественной церемонии глава региона Дмитрий Миронов и заместители председателя регионального правительства обсудили с новым руководителем Переславля-Залесского вопрос перевозки детей из деревни Чашницы в школу. Власти муниципального образования не смогли снять проблему и детям приходилось преодолевать пешком несколько километров. До середины 2016 года ребят в школу доставлял автобус, но потом маршрут закрыли. Родители обратились за помощью в администрацию района, но поддержки не получили. К решению проблемы подключился лично глава региона. В следующем году дорогу к населенному пункту планируют отремонтировать, а пока родители будут получать компенсацию расходов на проезд до учебного заведения. Это недопустимая история, которую надо было решить уже на стадии ее появления и возникновения этой проблемы. Я понимаю ограниченность нашего бюджета, но за каждой конкретной проблемой в первую очередь стоят люди, и наша основная задача решать проблемы людей.